В общественную палату главу Центра избиркома пригласили в связи с предстоящими парламентскими выборами. Вопросов много, и ответы на них члены палаты пожелали услышать из уст председателя ЦИК Томаза Гогия. Главный интерес в списке избирателей. К ним претензии пока еще остаются. Нужно иметь единый электронный каталог, или, так сказать, базу данных всех жителей. И в том числе к вам это тоже имеет отношение по числу избирателей. Потому что, насколько я знаю, недавно проверяли списки избирателей на одном из сухунских округов. Обнаружили там около 30 умерших, выбывших и так далее. Томаз Гогия пояснил, списки избирателей обновляются по сей день. ЦИК тщательно над этим работает. Тем не менее, ошибки не исключены. Вы прекрасно знаете нормы законодательства. Списки избирателей формируют участки на местах. Никак не центральная избирательная комиссия. И что касается всех этих поправок, вы знаете, законодательством предусмотрено внесение дополнительных списков вплоть до дня голосования. То есть, люди могут умереть, получить паспорт, получить по возрасту паспорт, перепрописаться и так далее. То есть, процесс миграции населения, он не прекращается. Процесс рождения и так далее не прекращается. Поэтому такая норма предусмотрена законом. И несоответствие по старым спискам вполне реальное. Что касается документов, к примеру, представленных различных справок, Центр избирком потребовал от соответствующих структур дать полную информацию по ним. Вплоть до наличия судимости у кандидата. Члены комиссии не могут быть профессионалами во всех вопросах. Должен был быть конкретный ответ на конкретно поставленный вопрос. То есть, состоял, состоит, болен или нет на сегодняшний день. Что касается по линии МВД, то есть, это лиц, имеющие непогашенную судимость. По этим делам то же самое. Провелли необходимые консультации непосредственно с Министерством внутренних дел, с их штабом, с Верховным судом, по которым мы получаем соответствующие документы, в которых в обязательном порядке мы настояли на то, чтобы судимость даже ранее, если была когда-то зафиксирована, в любом случае для информации мы должны ее получать, даже если она погашена. Участковые и окружные комиссии изменению подверглись процентов на 30. Полное обновление составов, по словам Гоги, невозможно. И причин тут множество. Главная из них человеческий фактор. Люди не горят желанием заниматься этой работой. Членов общественной палаты интересовал вопрос декларации о доходах, которые необходимо представить в ЦИК каждому кандидату. Сходя из того, что мы друг друга знаем, хорошо знаем, и декларация о доходах, когда представляется Центральная избирательная комиссия, члены избирательной комиссии могут усомниться в том или ином. Да, это право члена избирательной комиссии, которое выносится на рассмотрение и даются соответствующие запросы тем инстанциям, которые располагают достоверными сведениями. На предстоящих выборах штампы в паспорт ставить не будут, а вот отметок маркером не избежать. Это, как известно, мера необходимая, так как она поможет избежать фальсификаций в части повторного голосования одного и того же человека. Общий бюджет выборов составляет 15 миллионов рублей. Эта цифра, по словам главы Центра избиркома, самая минимальная, ведь в нее не включено полное техническое обновление. Это обусловлено тем, что мы предполагаем второй тур, хотя эта цифра самая минимальная, насколько это было возможно сделать. Другое дело, что расценки на вспомогательный материал растут, и мы себе позволили всего лишь 40% заказать от общего числа необходимых уровней. Голосовать жители республики смогут и по просроченным общегражданским паспортам. Срок их действия продлен, чтобы гражданин мог воспользоваться своим правом волеизъявления. А вот что касается проведения агитации до регистрации кандидатов в ЦИКе, то, по словам Гоги, это не нарушение закона. Что касается агитации как таковой, законодательством предусмотрена агитация как за, так и против. Понимаете? Что касается агитации, которую предполагают, что уже началась, то это не является агитацией до тех пор, пока мы не зарегистрировали ни одного кандидата. Как может человек предъявить претензию, если мы не знаем, он кандидат в депутаты, или нет. Что происходит на сегодняшний день? Это популяризация, это может быть, я не знаю, как угодно назвать, но никак не называется это в настоящее время агитация. Каждый кандидат вправе создавать свой предвыборный фонд. Его размер, правда, ограничен. Всего 600 тысяч рублей. Государство поддерживать финансово кандидатов не будет. Форма бюллетеня не изменилась. Граждане могут увидеть образец на избирательном участке. Процедура голосования осталась прежней. И, как гласит закон, гражданин может отдать свой голос понравившемуся кандидату, не забыв при этом вычеркнуть всех остальных. Нисфаршбальдар Дамиров, Абхазское телевидение.